Добрый вечер! На часах 21.30, а это значит, говорит и показывает Полевской. Мы в прямом эфире. Вы смотрите 11 канал. Впрочем, кому что предпочтительнее, есть возможность посмотреть прямой эфир на сайте bajopol.rf. Итак, мы начинаем. Звоните нам по телефону 321 51. Сегодня тема, которую мы объявили неделю назад, очень злободневная. Так получилось, что наша озабоченность ситуации с ВИЧ в Полевском городском откруге подтвердилась громким заявлением специалиста. На днях, которые это заявление сделал первый замначальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Савинова. Она заявила, что эпидемия ВИЧ в уральской столице закрепилась и прочно укоренилась во всех слоях населения города. И распространение болезни уже не зависит от групп риска. Сегодня у меня в гостях эксперты. Я сейчас вас с ними и познакомлю. Врач-эпидемиолог отдела профилактики и психосоциального консультирования областного центра профилактики и борьбы со СПИД Ольга Ивановна Кравченко. Добрый вечер. И еще один эксперт. Это у нас, сейчас я вам представлю, врач-инфекционист Центральной городской больницы Ирина Сергеевна Галиак-Берова. Здравствуйте. Добрый вечер. Я не знаю, кто ответит на такой вопрос, уважаемые гости, что в Полевском городском округе действительно эпидемия. Какова ситуация? Ольга Ивановна, к вам? Да, конечно. Ну, наверное, стоит сказать, что у нас в целом в Свердловской области ситуация очень сложная по ВИЧ-инфекции. В том числе в Полевском городском округе. В области нашей зарегистрировано более 86 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. В Полевской занимает третье место в нашей области по количеству, по показателю пораженности среди населения. В целом в Полевском городском округе зарегистрировано более 2 тысяч случаев ВИЧ-инфекции, что составляет порядка 3% населения. И это уже можно говорить? Конечно. Здесь можно говорить о, по сути, эпидемическом распространении ВИЧ-инфекции, которая действительно сегодня затронула уже не только группы риска, те наиболее уязвимые контингенты, а в том числе сегодня и социально благополучное население. И сегодня это уже ВИЧ в целом нашего населения, а не только каких-то отдельных групп, которые были еще у нас в начале эпидемии. Почему люди боятся сделать тест на ВИЧ? Боязнь здесь, наверное, обусловлена тем, что не только боятся, а, скорее всего, просто не относят себя к никакой категории, считают, что это не касается меня. Если я не являюсь наркопотребителем, если я не являюсь еще человеком, который оказывает секс-услуги, мы вечером можем, наверное, говорить такими терминами. И так далее. Поэтому человеку очень трудно, социально благополучному, социально адаптированному человеку, сложно понять, что это может коснуться вдруг и его тоже. Но, как показывает жизнь, к сожалению, сегодня это так. И ВИЧ сегодня может коснуться, к сожалению, любого из нас, любого человека, наших близких и так далее. Поэтому, наверное, и нужна вся информационная кампания, которая сегодня развернулась в Свердловской области, как раз направлена на то, чтобы каждый житель нашей области, взрослый житель нашей области, в первую очередь, знал свой ВИЧ-статус. И защитил свои контакты, своих близких, своих будущих детей, возможно, самого себя, в конце концов, если он получает отрицательный результат. Поэтому, собственно, это очень важно, знать свой ВИЧ-статус. Вот сегодня в прямом эфире я хочу сдать тест на ВИЧ. Я хочу доказать и мотивировать полевчан на то, что это не страшно, и это должен сделать каждый. Так, как сделали вы, собственно, до начала нашей программы. Ну и, как мы и обещали, тест в прямом эфире. Ну, Ирина Сергеевна, вы прокомментируете сейчас, что будет происходить и как вообще должно это все происходить? Пожалуйста, кто эти специалисты, кто это сейчас будет тестировать меня на ВИЧ-статус? У нас, значит, существует низкопорогованный пункт, в котором есть специалист, который проводит консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции. Ну, уступим место, прошу, да, конечно. То есть сейчас специалист у вас произведет забор крови на экспресс-тест, и через 10-15 минут мы узнаем результат. То есть это очень быстрый и точный тест, который нам точно скажет, есть инфекция или нет инфекции. Все стерильно. Все здесь стерильно, то есть все индивидуально для каждого пациента, для каждого человека. То есть вы можете, прийдя в этот пункт, задать интересующие вас вопросы по ВИЧ-инфекции, что вас интересует. Специалист расскажет, что это такое, как передается, оценит ваши риски. Страшно. И совсем не больно. И совсем не больно, и быстро. Скажите, пожалуйста, ну вот пока я тестируюсь, я задам вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если завтра вдруг 100-150 человек выстроится в низкопороговом центре, то куда это нужно прийти и хватит ли у нас тестов? Тестов, конечно, хватит. Тестов достаточное количество. Значит, обследоваться можно на Максима Горького 1, это пункт низкопорогового доступа. Работает он ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 5 часов. Пятницу до 4 часов. То есть в течение всего дня можно туда подойти. Спасибо. Все. Все. Все, будем ждать результат. Будем ждать результат. А вот есть звоночек, давайте мы его послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я Владислав. У меня такой вопрос. Вот дети играют в детском саду или на улице, ну не важно, где, в школе или. Один из них соседка на сетку, другие смотрят в нее, сидят на дугосты, вот сюда в рта вытаскивают и отдают другому. Ну вот при помощи домой придастся увеличить одного детенка к другому. Спасибо, Владислав, за вопрос. Кто у нас ответит? Ну, в данном случае, конечно, риск отсутствует практически, потому что в слюне вируса настолько мало, что количество вируса для заражения другому человеку недостаточно вот при таком контакте, вот который только что был описан в вопросе. Для заражения необходимо не менее трех литров слюны одномоментного попадания в организм человека. Это, конечно, исключено, поэтому здесь, конечно, риска нет. Но есть риск заражиться другими инфекциями, вирусными инфекциями. Поэтому, конечно, этого делать ни в коем случае не следует. Вот сейчас давайте посмотрим видео о мнении, об отношении людей к своему статусу ВИЧ-позитивной. Я практически о ВИЧ-инфекции ничего не знала на тот момент. И я знала одно – это песню Земфиры. У тебя спит, и скоро ты умрешь. Страшно было, хотя очень сложно, даже бояться сложно того, чего ты не понимаешь. Меня, конечно, пытался врач успокоить, там, что-то сказать, но на тот момент, наверное, я, насколько помню, очень плохо воспринимала для себя какую-то информацию. Отчаянно тупик, что, ну, вот, все, жизнь закончилась. Все, кранты. Я приехал домой, лег на диван и стал ждать, когда за мной придет смерть. Я сначала даже не понял, что произошло. Как-то не спал большого шока. Как-то было такое отстранение сразу. Ну, привела, посидела у врача в кабинете. Я меня успокоила, сказала, все будет нормально. Вот я, в принципе, я уже до этого знала, что все нормально, люди с этим диагнозом живут, но только сколько лет с этим живут. Пошла в спеццентр, я стала спрашивать, как мне жить, что мне есть, можно ли мне обливаться, можно ли мне заниматься спортом. В общей сложности год я приходил в себя. С момента получения диагноза до того момента, когда я начал все-таки как-то улыбаться. Я настолько принял врач инфекцию, что не считаю ее каким-то страшным, а страшной вещью в жизни, что меня это делает каким-то другим, ненужным, бесполезным, страшным, опасным. Но у меня было детство, да, а вся взрослая жизнь, она, это жизнь с ВИЧ. ВИЧ-инфекция, можно сказать, мне изменила абсолютно все, и понимание, и мировоззрение. Сейчас у меня позиция такая, неважно, сколько лет я прожжу, важно, как я это сделаю. Ирина Сергеевна, скажите, пожалуйста, ну вот у нас в Полевском вообще какой преобладает путь заражения? Ну, преобладающим путем у нас является наркотический путь, но и вместе с ним все-таки идет половой путь. То есть у каждого потребителя инъекционных наркотиков есть, конечно же, свой половой партнер, который, к сожалению, заражает его. Вот. Ну, у женщин чаще, конечно, превалирует половой путь передачи. Угу. Ну вот я знаю, что приходили к вам и 60-летние, и старшие, и у них оказывался диагноз ВИЧ-инфекция, да? Скажите, пожалуйста, значит, существует какой-то еще и третий путь передачи ВИЧ-инфекции? И передача третья – это парентеральный путь. Возможно, при переливании крови в 90-х годах, да, по-моему, что раньше не было исследований на эти инфекции, даже немножко раньше, вернее, до 90-х годов, вот, когда были переливания крови, компонентов крови, пересадки органов, вот. Возможно, тогда было заражение человеку, он об этом не знал, не обследовался, потому что вел нормальный образ жизни здоровый, не употреблял наркотики, вот, дожил до такого возраста, и при каких-то клинических проявлениях уже этого заболевания, возможно, там, на операцию он обследуется, у него выявляется это заболевание. – Вот мы перед звонком Владислава, да, по-моему, нам звонил молодой человек, мы начали говорить с вами о статистике. Так вот, скажите, пожалуйста, действительно ли это так, что вот эту статистику, собственно, она уже печальная, которую надо умножать или на 3, или на 10? – Это действительно так? – Ну, это, понимаете, это вершина айсберга. Что под водой, мы не знаем. То есть, для этого и сейчас вот эта программа, экспресс-тестирование, и что нужно ее обязательно, человек каждый должен для себя решить, что зачем мне это надо, и вообще надо ли мне это. Ну, конечно, это нужно. – Ирина Сергеевна, вот все-таки хочется немножечко, в какой-то степени обелить наш город. Может быть, у нас и не хуже других? Может быть, просто мы больше тестируемся, больше следим за собой? Ну, хочу так немножечко успокоиться. – Ну, в целом, обследуется такое же количество жителей, как и в любом другом городе Свердловской области. Ну, а выявляемость, да, чуть выше, но очень активно в этом году начало обследоваться население. Все-таки информационная компания действительно дает свои плоды, и люди все больше и чаще, да, узнают о том, что есть низкопороговый пункт, куда можно прийти, а не стоять в очереди, да, не брать талончику в регистратуре и так далее к врачу. Это очень важно, это очень быстро можно сделать. По крайней мере, предварительный результат вот теста, узнать своего состояния, своего организма. – Друзья, у нас звоночек, я прошу прощения. Я слушаю вас, вы в эфире. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Меня зовут Наталья. Будьте добры, извините, у меня будет по этой теме два вопроса. Первый вопрос. Какие признаки, симптомы ВИЧ проявляются, и через какое время это заболевание проявляется? ВИЧ-инфекция проявляется у всех по-разному, в зависимости как бы еще и от иммунного статуса человека, от иммунной системы. Ну, проявление уже ВИЧ-инфекции через 10 лет примерно. Сначала идет бессимптомная стадия, когда нет никаких клинических проявлений. Клинические проявления разные. Это длительная лихорадка у человека, необъяснимая. Это увеличение лимфатических узлов, трех и более групп. Необъяснимая диарея, потеря массы тела, 10% и более. Здесь присоединяются вторичные заболевания, это кандидозы, рецидивирующие пневмонии, в общем, и так далее, и так далее. Человек этот обязательно пойдет к доктору, к любому врачу. И врач уже на основании жалоб, клинического обследования уже назначит лечение и, возможно, заподозрит заболевание. Здесь важно знать, что, как правило, сразу ВИЧ-инфекция с момента инфицирования человека, она, конечно, не проявляется. Ну, то есть есть определенные симптомы, которые, как правило, уходят через 1-3 недели, но это не скоро. В первые 3-6 месяцев, так называемый период окна, это одна из особенностей ВИЧ-инфекции, когда достаточное для обнаружения количества антител, то, что мы определяем в ответ на внедрение в наш организм любого возбудителя, не только ВИЧ, но в данном случае ВИЧ, вот как раз период этот составляет окна 3-6 месяцев. То есть с момента последнего контакта, опасного контакта, если, возможно, произошло заражение, должно пройти не менее 3 месяцев для того, чтобы человек действительно узнал свой ВИЧ-статус. Это нужно знать об этом. В это время никаких клинических проявлений практически нет, но человек может быть инфицирован. И в это время, если был действительно опасный контакт, конечно, свои контакты, если они еще есть, нужно защищать. Поэтому сегодня установка идет на раннее выявление ВИЧ-инфекции. Вовремя лучше узнать о том, что вдруг есть вирус в организме, вовремя начать лечение и продлить себе действительно жизнь на долгие-долгие годы еще. Поэтому это тоже очень важно. Я снова возвращаюсь к Полевскому. В июне 2016 года в центре низкопорогового доступа из 180 протестированных на ВИЧ-полевчан 8 оказались ВИЧ-позитивными. То есть каждый 25-й. Есть еще более страшные факты? Ну, это, возможно, здесь тестировались и люди, которые уже имели ВИЧ-статус положительный. Бывает такое, что пациенты не верят в свой статус, идут повторно обследоваться. Меня зовут Ильяна Владимировна. У меня будет вот такой вопрос. Значит, может ли человек, который принимает препараты, по ладонным путем зародить другого человека? Так, кто будет отвечать? Ну, давайте я тоже начну. Значит, конечно, если человек принимает противовирусную терапию, на фоне этого, его вирусная нагрузка снижается до неопределяемой, и, конечно, он не заразен. Он не заразен. Ну, конечно, здесь мы рекомендуем жить все равно с защитой, то есть использованием презерватива. Полностью, конечно, эти препараты не способствуют тому, чтобы вирус ушел из организма, но, по крайней мере, он не размножается, и его становится по минимуму во всех биологических жидкостях человека. Вопросы с сайта bajupol.rf. Мой молодой человек ВИЧ-инфицирован, проходит терапию, вирусная нагрузка маленькая. Врачи говорят, он не заразен, и будет ли иметь здоровых детей? Вот практически повторный же вопрос. Да, то же самое. Конечно, они могут иметь здоровых детей. То есть, раз он не заразен, вирусная нагрузка неопределяемая. Женщина может беременеть, и тоже она у нас находится под наблюдением во время беременности и после родов. Мы наблюдаем уже ребенка родившегося тоже в течение определенного промежутка времени. И затем уже снимаем с учетом. Вот у нас есть видеоматериал о том, какие стадии имеет ВИЧ. У болезни есть несколько стадий. На первой вирус проникает в человека, и пока иммунная система не начала активно сопротивляться, ВИЧ быстро размножается, поражая клетки, отвечающие за иммунитет. На второй стадии иммунная система активно борется против ВИЧ. Организм успевает восполнять потери, но работает на пределе. На третьей самочувствие еще нормальное, но начинаются сбои. Иммунная система уже не может производить достаточное число клеток защитников. Их становится все меньше. Вместе эти три стадии могут длиться от 5 до 12 лет. Когда число защитников достигает критически низкого уровня, у человека развивается СПИД. Последняя стадия ВИЧ-инфекции. В среднем она длится от года до 3 лет. Если вовремя не начать лечение, человек умрет. Могут ли работники больниц разглашать ВИЧ-статус? Вопрос очень хороший о разглашении диагноза. Это 323 закон. Статья, по которой медицинские работники несут ответственность за разглашение тайной диагноза. Любого, неважно, ВИЧ, гипертония, любое другое заболевание, сахарный диабет и так далее. Но хочется сказать еще вот что. Дело в том, что да, пациент имеет право сказать о своем статусе сам. Медицинский работник никогда не разглашает. Это действительно конфиденциально. Мы только между собой можем обмениваться информацией. Потому что мы медики, мы все несем ответственность. Медсестра, санитарка, все, кто работают в больнице, они все несут ответственность до уголовной. С административной до уголовной, вот по данной статье. Но если пациент решил сказать кому-либо о своем статусе, или, например, родитель хочет сказать педагогу о диагнозе своего ребенка, чтобы за ним присмотрели, нужно знать, что с данного момента этот специалист несет точно такую же ответственность, как медицинский работник. Начиная с административной до уголовной. То есть это нужно четко знать и понимать. И если вам становится доступна информация о ВИЧ-статусе кого-либо, вы несете с этого момента любой человек вот такую ответственность. Наступает такой момент волнительный. Давайте посмотрим на мой тест. Ну что, Ольга Николаевна, я хочу вас поздравить. Ваш тест отрицательный, результат теста отрицательный. Но нужно четко еще раз для себя вот на данный момент обратить внимание, что тест отрицательный. Но для точной диагностики нужно сдать, конечно же, еще раз кровь. Стандартными методами обследоваться, которые более точны и так далее. Но при отрицательном результате это ваше право, да, хотите вы или нет. Но нужно еще помнить о периоде окна, о котором мы с вами говорили. И не было ли за эти три месяца, последние три-шесть месяцев, да, каких-то рискованных контактов, которых нарушение целостности кожных покровов, да, мы говорили, прокалывание ушей, пирсинг, татуировки. Это все то, через что может передаться ВИЧ. Незащищенные половые контакты и так далее. То есть вот здесь нужно еще раз оценить. И если были за эти месяцы, тест может показывать недостаточное количество антител, и если вот за эти три месяца, менее чем за три месяца были вот такие контакты, то необходимо обследоваться, вот как раз начиная с того последнего контакта, еще через три месяца. Поэтому на данный момент ваш тест отрицательный. Ну что ж, вот мы и прошли тест в прямом эфире. Все это получилось. Теперь скажите, пожалуйста, спедофобия. Что это такое? Ну, спедофобия – это, я бы сказала, сегодня психическое состояние, да, психиатрии, которое говорит о том, что человек, ну, как-то очень пристально относится, да, к своему здоровью, и ему кажется иногда, необоснованно кажется, да, что он инфицирован. И человек, который имел когда-то незащищенный сексуальный контакт, да, он бесконечно обследуется, потому что он не верит тестам, бесконечно, да, приходит на экспресс-тест, сдает стандартными методами, обследуется. И, конечно, развивается уже, к сожалению, психиатрическая патология, спедофобия эта, которая уже лечится у другого специалиста, и, соответственно, другими препаратами. Как можно к вам записаться на прием, и чтобы это было как-то немного незамеченным? Да, у нас существует запись на прием во второй половине дня, то есть по нашему телефону, нашего кабинета. Давайте его назовем. Давайте. 3-55-61. 3-55-61. Да, человек может сказать, что я хочу записаться на прием, медсестра его записывает на определенное время, которое ему удобно. Мне 15 лет, и поскольку боюсь спросить у матери, инфицирована я или нет, боюсь, что не так поймет, я хотела провериться бы анонимно сама. И вот такой вопрос. Сколько стоит сия процедура анонимно, и какие документы нужны? Надеюсь на ответ. Ну, вот здесь не рекомендовали бы самостоятельно обследоваться на ВИЧ. Да, тест можно приобрести в аптеке, он стоит недешево. Но опасность в том, что ты остаешься один на один с результатом. И, конечно же, если вдруг на тесте появится не одна, а две полосочки, можно испугаться, и если ты не знаешь еще, как протекает заболевание, что тебе могут предложить доктора, что тебе могут предложить специалисты, человек может подумать, что жизнь закончилась или закончится завтра. Поэтому это не очень хороший, наверное, вариант узнать свой ВИЧ-статус самостоятельно у себя дома. Лучше прийти действительно на пункт низкопороговый, где с тобой побеседуют до и после теста, и снимут какие-то ненужные страхи. Часто они бывают действительно необоснованные и не находят подтверждения. Конечно, лучше обращаться к специалистам и не оставаться один на один. Так и до спедофобии недалеко. Поэтому, конечно, это не нужно в себе растить. Ирина Сергеевна, вот пишут, хотим усыновить девочку 10 месяцев от ВИЧ-инфицированной мамы. На сегодняшний день сделаны 4 ПЦР, совершенно нам неизвестная такая аббревиатура. Все отрицательные. И ФА пока положительный. Может ли так случиться, что к полутора годам ребенок будет ВИЧ? Или он уже не ВИЧ-инфицированный? Ну, конечно, мы можем сказать, ребенок инфицированный или не инфицированный к 18 месяцам точно. Значит, эти детки тоже наблюдаются с определенной кратностью обследования. Значит, были анализы на ПЦР, то есть на наличие вируса в крови. В годик они сдают анализы на ИФА. В годик, может быть, положительные, вот говорят об этом. Это, может быть, материнские еще антитела существовать. Бывает такое, что они разрушаются попозже. И поэтому для того, чтобы нам точно знать, ребенок в год и 3, в год и 6 обследуется на ИФА, на ВИЧ. И тогда мы уже с точностью можем сказать, инфицирован он или нет. Ну, в данной ситуации, наверное, по ПЦР, да, можно говорить о том, что ребенок здоров. Потому что это самый чувствительный метод диагностики, который определяет не антитела, не белки вируса в крови, а сам вирус. Поэтому у ребенка мы уже в 3 месяца можем знать, инфицирован ребенок или нет. Вот для детей всегда используется данный метод диагностики, он очень точный. Потому что у детей ВИЧ-инфекция не так протекает, как у взрослых, все гораздо быстрее. И детям гораздо раньше назначают терапию, требуется иногда назначение терапии. Поэтому и всегда используется этот, он достаточно дорогостоящий метод диагностики. Но для детей он всегда используется именно этот метод. Звоночек в студию. И я бы хотела задать вопрос такой. То есть при сдаче на любой любой анализ крови проверяется ВИЧ-инфекция? Нет, на ВИЧ-инфекция не обследуется человек никогда без его добровольного согласия, которое выражается в виде подписывания информированного согласия. Поэтому если вам не дали бумажку, бланк, на который нужно подписать информированное согласие, то есть вас проконсультировали, вам сказали, что вас обследуют на ВИЧ, вы дали добровольное согласие, подписали бланк, значит вас обследуют на ВИЧ. Если этого не произошло, на ВИЧ не обследуют вас без вашего согласия. Вот скажите, пожалуйста, Коль уж заговорили о детях, когда родителям можно говорить с детьми о ВИЧ? И как говорить о ВИЧ? Иногда к нам приходят из детских садов специалисты, о чем и нам говорить с детьми. Но даже правила элементарной личной гидиены, о том, что когда мы говорим, что у человека сегодня должно быть все индивидуальное, индивидуальная бритва, индивидуальная зубная щетка, как бы не смешно это ни было, не звучало, да, индивидуальные принадлежности, маникюрные и так далее, все индивидуальное сегодня должно быть в век вирусных инфекций. Это ведь тоже профилактика. И здесь можно говорить даже с маленькими детками о том, что ВИЧ есть такое заболевание, да, не вдаваясь в подробности, какими путями передается, но как один из аспектов, да, что личная гидиена, то есть тут с детьми даже детсадовского возраста уже можно начинать говорить. Ну а более подробно уже нужно говорить, конечно, с детьми, наверное, которые в подростковый возраст вступают. И педагоги, прежде чем работать с детьми в школе, они в первую очередь работают с родителями на родительском собрании, информируют родителям, а что будут говорить детям, их детям, да, а что будут показывать, какой фильм детям, и тоже берут информированное согласие на работу с ребенком. Только после этого уже с детьми работает педагог. Давайте сейчас посмотрим небольшой ролик о питании ВИЧ-инфицированных. В вашем меню теперь должно быть достаточно продуктов богатых клетчаток. Овсяная каша, цельнозерновой хлеб, пророщенная пшеница, бобовые, зеленые яблоки. Клетчатка выводит токсины из организма и помогает кишечнику работать нормально. Кисломолочные продукты, кефир и йогурты с живыми бактериями также важны для пищеварительного тракта. Они восстанавливают его флору после приема терапии и вместе с этим укрепляют иммунную систему. Сахар в больших количествах лучше исключить. Его можно заменить медом, свежими фруктами и овощами. Перец, помидоры, цитрусовые, ягоды красных оттенков, а также зеленый и белый чай – прекрасные природные антиоксиданты. Они продлевают клеткам организма жизнь, защищая их от разрушений. Стоит пить не меньше двух литров жидкости в день. Лучше использовать фильтрованную воду. Необходимо восполнять недостаток основных витаминов А, С, Д и Е. Для поддержки организма их следует принимать регулярно. Никогда Вы не задумывались, что проект ВИЧ-спит – один из самых доходных для его создателей, а также для фармацевтических корпораций? Это позиция людей, небольшого процента нашего населения, которые имеют право на свое личное мнение по этому поводу. Но данное направление у нас достаточно популяризируется сегодня. В частности, на интернет-сайтах различных. И сегодня очень реально попасть… Вот, кстати, это называются ВИЧ-диссидентские сайты. Так они называются. Которые, к сожалению, вводят в заблуждение не только людей, которые не имеют отношения к ВИЧ-инфекции, а, к сожалению, и даже пациентов дезинформируют. Потому что, действительно, имея вот такой длительный бессимптомный период, человек, да, погрузившись в утверждения, которые приводятся, в доводы, которые приводятся, да, на данных сайтах, начинает действительно верить, что действительно вируса нет. А зачем наблюдаться, а зачем лечиться? И, к сожалению, очень поздно иногда приходят, когда начинают действительно болеть уже, уже начинают, конечно, верить в то, что это действительно есть, это заболевание и так далее. Но это взрослый человек. И очень страшно, когда родители инфицированные, имея ребенка с ВИЧ, отказываются лечить ребенка. И у нас в области уже несколько смертей. На совести, я бы сказала, спид-диссидентов, которые действительно утверждают, что это выдумка фармкомпаний, что это вирус не существует, что это совершенно другие заболевания, аутоиммунные процессы и так далее. которые, в общем-то, и привели к такому состоянию. Конечно, это не так. И ни один, наверное, человек, который приверженец данных взглядов, если ему предложат перелить кровь от ВИЧ-инфицированного человека, он ведь верит, что вируса нет, ни один человек не согласится, я думаю, из данной компании людей провести вот такой эксперимент. По крайней мере, в мире не было ни одного случая желающего перелить себе кровь от ВИЧ-инфицированного, чтобы доказать, что действительно вируса нет. На сайте божополь.рф мы провели такой небольшой тест. Мы сообщили о том, что в области выявлено критическое количество носителей ВИЧ и случается ли у вас незащищенный секс с малознакомыми людьми. Так вот, проголосовало на сайте 68 человек. Ну, тоже можно какие-то выводы сделать, наверное, да? Итак, значит, да, часто 2,9% незащищенный секс. 5,9% бывает, но не часто. 50% бывало такое в жизни пронесло. Ну, можно даже сказать, что может быть немножечко шуточное, но в то же время... Ну, прокомментируйте, по крайней мере, сейчас, да? 33,8% нет, никогда не случается. 7,4% у меня давно уже никакого секса не случалось. Итак, вот ваш комментарий. Все-таки бывает, но не часто 50%. Нужно к этому серьезнее относиться. Конечно, должны быть половые контакты с защитой. То есть использование презерватива. Да, да. И всегда в контакт, ведь вступает всегда 2 человека. И поэтому о своем здоровье должен заботиться каждый. И поэтому не может быть... Иногда часто говорят партнеры, да, что обо мне должен позаботиться мой партнер или партнерша, да. Нет, каждый должен позаботиться о своем здоровье сам. И если ВИЧ-статус человека неизвестен, сегодня, конечно, преступление в первую очередь против себя, против своего здоровья, да, иметь контакт с человеком, ВИЧ-статус которого ты не знаешь. Поэтому обязательно либо это с защитой, либо контакт исключен. Ну вот еще такой вопрос, буквально у нас совсем немного времени осталось. Наверное, Ирина Сергеевна, правда ли, что у многих ВИЧ-положительных людей есть гепатит С? Ну, этот вирус гепатита С тоже является параметеральным вирусом. И раз у нас пути передачи больше у потребителей, наркопотребителей, конечно, они многие имеют этот вирус. То есть тут сочетана патология ВИЧ и гепатит. Ну что ж, вот буквально последние минуты, мы целый час в эфире, вы отвечали на вопросы, спасибо вам огромное. Ну, что вы можете пожелать каждой из вас, уважаемые эксперты, полевчанам? Ну, я хочу, конечно, пожелать здоровья полевчанам. Конечно же, нужно знать свой ВИЧ-статус. То есть сейчас это доступно, это бесплатно, это анонимно для того, чтобы жить. И я хочу присоединиться к этим словам и пожелать, уважаемые жители города, вам те 97% людей, будем надеяться, что вы здоровы, что у вас не обнаружится вирус, даже если вы придете и захотите обследоваться на ВИЧ. И, конечно, это большое счастье быть здоровым, и я желаю вам любить друг друга, уважать друг друга, быть верным друг к другу и честными по отношению друг к другу, и, конечно же, не иметь данный вирус. Будьте здоровы! Ну что ж, наши уважаемые зрители, из сегодняшнего разговора вы поняли, что ВИЧ – это не какая-то параллельная вселенная. С ВИЧ живут тысячи людей, и нужно с этой инфекцией научиться жить правильно. А ведь жить хочется всем, и эту жизнь нужно прожить до самого конца. До свидания.